Дмитрий Федорович, спасибо вам большое, что вы согласились дать интервью для нашего сайта Саранфорум. Мы решили запустить цикл интервью, посвященных нашему городу, нашему региону. И, конечно же, первый, у кого хотелось бы поинтересоваться мнением по поводу развития нашего региона, это, конечно же, первый губернатор Саратовской области. Дмитрий Федорович, расскажите, как вы видите нашу область в перспективе, в развитии? Просто в последнее время очень много говорят об упадке региона, но хочется нам, как патриотам настоящим, поговорить о развитии. Что можно сделать так, чтобы наш регион начал развиваться? Вопрос очень емкий, но я бы хотел начать нашу встречу с того, что более 50 лет назад впервые я приехал в Саратов. Такие краски, такие запахи, такой прекрасный городской парк, детский парк, музей. Восхищение не было предела. Мои маленькие пацаны приехали на экскурсию. И вот до сегодняшнего дня, когда я захожу на проспект Кирова, я слышу те детские запахи из подъездов, с кулинарии, со столовых. Это незабываемо, это всегда останется в памяти, в детской памяти. Прошли годы, разные были события в нашей Саратовской области, успехи и падения. Мы все ликовали, когда взлетел первый реактивный самолет Як-40. Потом ликовали, когда поднялся в воздух Як-42. Когда были поразительные успехи в области сельского хозяйства, в строительстве. У нас были такие герои в строительстве, которые за смену выгоняли 10 кубов вкладки. И их отмечало государство орденами, медалями, премиями. У нас прекрасный студенческий город, просто прекрасный. Слава Богу, что вот этот дух сохранился. У нас сегодня в городе одно из самых лучших образований в России. После Санкт-Петербурга, Москвы. Почему? Вот когда Екатерина II издала манифест о переселении к нам сюда немцев, евреев, это был такой импульс развития науки, медицинской, юриспруденции, аграрной, архитектурной и прочее. И вот эти вот гены, они живут до сих пор. До сих пор наша большая кузница вузовская дает на гора очень хорошие кадры. Вот именно, что Саратовская область является кузницей кадров, только получается, что кадры уезжают в другие регионы. Мы этим тоже гордимся. Сегодня, когда я работал большим начальником на Московской, 72, я вел такую амбарную книгу, и было порядка 7 тысяч человек, которые жили в Москве. Не просто там рядовые специалисты, а это в области юриспруденции, силовых структурах, театра, журналистики. Это ребята, которые нашли свое место в Москве. Сегодня сколько? Сегодня очень много специалистов, наших специалистов во всех субъектах Российской Федерации. Это наша гордость, наша гордость. Смотрите, Олег Табаков, Женя Миронов, Эль Кловский, артисты. Наш великий-великий политик сегодня, Вячеслав Володин, Любовь Константиновна Слиска и многие другие. Это сегодняшние довольно-таки молодые политики, которые вершили судьбу России в непростой период. Что касается сегодняшнего дня, вы знаете, в чем не ошибся Карл Маркс, экономика развивается по спирали. Но по спирали она может развиваться вверх или вниз. Вот сегодня по спирали экономика, это определяющее в любом регионе и в семье, это экономика. Вот экономика сегодня мы наблюдаем падением. в нашей Саратовской области. Могу сказать больше. За последние 10-12 лет экономический потенциал области, налогооблагаемая база, сократился почти в три раза. Эта экономика определяет. И тем не менее, вот тот законодательство, который работает сегодня у нас в Российской Федерации, мы собираем очень много налогов. И вот эти налоги уходят львиные. доли уходят в Федеральный Центр. Если бы даже ту собираемую часть налогов поделить пополам, 50 субъекту, 50 в Федеральный Центр, и вот был бы у нас бюджет порядка 140-150 миллиардов рублей. Не те 80, которые мы сегодня имеем, а вот такая сумма. А когда есть финансы, тогда можно и планировать. Даже 15 лет назад у нас был бюджет развития. Сегодня бюджет развития, ну, катастрофически маленький. В области и в городе в том числе. В городе, по-моему, даже вообще нет. Это для того, чтобы давать точечные деньги на те предприятия, которые имеют потенциал развития, создания рабочих мест и получения продукта, налогооблагаемого продукта. И это все окупится, старится. Я бы не хотел сегодня вот брать черную краску и мазать все. Вот, что все плохо, плохо, плохо. Нет, не все плохо. Не все плохо. Есть точки роста даже в сегодняшних условиях на территории нашей родной Саратовской области, города Саратова. Эти точки есть, но они настолько слабые, настолько незначимые. Ну, что стоит обратить внимание? Ну, вот смотрите, сегодня завершается строительство международного аэропорта имени Юрия Алексеевича Гагарина. Это точка роста. Представьте себе, что здесь будет такая воздушная гавань, когда со всего мира люди без пересадки в Москве или в других городах могли бы попасть в Саратовскую область. А вот эти полеты – это инвестиции, это деньги. Второе, я думаю, в этом году начнется строительство магистрали. Из Китая в Европу. И очень большой отрезок дороги как раз будет проходить через Саратовскую область. Дорога всегда кормила, и у дороги всегда кормились. Это очередной мысовой переход в районе Маркса через Волгу. Еще раз скажу, дорога всегда кормила, и у дороги всегда кормились. Это второй вот такой значимый проект. К сожалению, сегодня очень слабо используется земля. Ведь основа основа – это земля. Мы были пионерами в принятии закона о частной собственной земле. Закон приняли, приняли земельную конституцию, так называемую. Но она и в стране работает очень плохо, и в Саратове работает она чрезвычайно плохо. А формула одна – человек и земля, человек и земля. Мы видим массу, имеем массу примеров, когда на Межее идет война, войнушка за землю. Это очень хорошо. Но почему идет войнушка? Значит, плохо работает закон. И я вот часто слышу, мы бьем себя кулаком в грудь, что у нас все хорошо в сельском хозяйстве. Я могу сказать, что у нас в сельском хозяйстве не все хорошо. У нас за сих пор убывает ворошаемое поле, у нас за сих пор торгуют селяне сырьем. Что такое продать зерно? Это сырье. Что такое продать масло семена? Это сырье. Что такое продать молоко? Это сырье. Нужно научиться торговать продуктами непосредственно с поля прилавок. С поля прилавок. Это давнейший лозунг, но он, к сожалению, не работает. Никак у нас не настроит, потому что… Да, ведь смотрите, практически мы горделись названием электронной столицы по Волжи. Это на самом деле так было. Ламповый завод. Масса заводов, особенно в Ленинском районе, их практически не осталось. Чуть-чуть там барахтается алмаз, но этого недостаточно. Контакта нет. СЭПа – это, в первую очередь, оборонное предприятие. А уже, будем говорить, для народного хозяйства выпускали холодильники. А главное – это система управления двигателем, в первую очередь, самолетов. Вот самолетов, авиационная промышленность в стране хромает, значит, не востребована его продукция. И, вы знаете, сегодня очень многие технологии, в том числе из Саратова, украли китайцы. Я не боюсь этого слова. Они просто нагло их украли. А где-то просто им отдали. И у нас сегодня практически нет редкоземельных металлов. Они все сегодня в Китае. А электроника – это, в первую очередь, все редкоземельные металлы. И мы вынуждены идти на поклон к этим же китайцам. Хотя еще остается сырьевая база. В Саратове все это можно поправить. Но должна быть и политическая воля. Политическая воля, начиная с того, о чем я уже сказал, перераспределение финансовых потоков в пользу Саратовской области. Вот сегодня говорят, возможно, это справедливо, что куратором Саратовской области будет Слуяна. Вот как раз перво и наперво нужно поставить вопрос. Может быть, экспериментально на 3-4 года вообще отменить налоги в Саратовской области в федеральные центры? Как это было в свое время в Татарстане. Это было. А другие люди, да. Это я как раз хотела спросить. Это было. Можно же пойти на такой эксперимент, для того, чтобы поднять тот потенциал. Толчок сделать. Толчок. Им нужен толчок. Вот сегодня очень много претензий к городу Саратову. Они справедливые, эти претензии. Рушатся крыши, рушатся дома, очень плохие улицы, особенно вот этот коллапс со снегом. И здесь не вина власти. Это беда нашего города. Правда, это беда. Это беда. А беда-то она скрывается где? Скрывается где? Бюджет-то очень хилый. Хилый. Взять Тольятти, город Тольятти, это не областной центр, но бюджет в два раза больше, чем бюджет города Саратова. И здесь вот сегодня нужно вставить вопрос, что бюджет города должен быть минимум 30 миллиардов рублей. А я уже сказал, бюджет области должен быть минимум 150 миллиардов. И эти вопросы можно решить. Учитывая, что у нас такие хорошие лоббисты, и члены Совета Федерации, и депутаты Государственной Думы, и главный лоббист Вячеслав Викторович Володин, нужно, как говорил Кузьма Прутков, взреть в корень. Деньги. А когда просто из своего семейного бюджета дать какие-то копейки, а может, они и считаются миллионами, но этого недостаточно, нужны миллиарды, десятки миллиардов. А если у нас потенциал кадровый, для того, чтобы распределить эти деньги грамотно, так, чтобы у нас не просто там, например, проспект Кирова украшали, пока там весь город рушится, а так, чтобы грамотно распределили эти финансовые потоки, если вдруг это случится, такое счастье для нас. Во-первых, должен быть общественный контроль. Люди должны контролировать. Ведь власть – это менеджер, которых нанимает народ, выбирает депутаты, губернатор, мэры и другая власть – это представители народа. И народ вправе и по Конституции, и по закону контролировать власть до копейки. И вот такие примеры уже есть, когда контролируют. Но что касается кадров, вот я уже сказал, что у нас прекрасные кузницы кадров, молодых, энергичных, дерзких, если хотите, они здесь места не находят, не уезжают другие субъекты Российской Федерации. Их нужно здесь обкатывать. Молодого человека нужно взять муниципальную власть, пусть он там себя проявит, потом его двигать, двигать, двигать. Не так, чтобы в Думе, вдумайтесь, в Думе нашей областной, ну, почти половина пенсионеров. Нужны их создать, специальный совет мудрецов, такую палату советов мудрецов, пусть они мудрят. Работать, работать должны те, кто получил хорошее юридическое образование, имеет хорошую практику, грамотно может написать закон и грамотно применить этот закон на практике. Вот я думаю, такие резервы у нас тоже есть. Я бы не хотел вот еще раз говорить, что все плохо. У нас сегодня многие субъекты испытывают серьезные трудности и все познается в сравнении. Конечно, если взять зализанную Москву, которая переполнена финансовыми ресурсами, конечно, тягаться тяжело. Или Санкт-Петербург, есть другие города. Даже вот те долги, которые наработали предыдущие власти, на них не нужно обращать внимания. Мы сегодня боремся с долгами. Вот их бы надо вывести за скобки и взять, например, еще порядка 100 миллиардов, но пустить их не на социальные вопросы, а направить их на создание рабочих мест, новое производство. Тогда налогооблагаемая база будет просто увеличиваться кратно. Вот они и деньги. Казалось бы, просто, но... Ну вот у нас наоборот сейчас как бы с рабочими местами все хуже и хуже. Тролза, опять же, взять в пример. Почему такая ситуация? На всю Россию известны наши троллейбусы, и тут не могут найти заказы. Ну, здесь я как-то говорил, нам мешают вот эти вот мелкие жулики. Они думают сначала о собственном кармане. Ну, как это можно... Это, что я читаю в СМИ. Нужно было выдать пьяному бухгалтеру парашют в 50 миллионов рублей. Ну, что за парашют? Это, наверное, целый дирижабль, огромный, не парашют. Конечно, вот в последнее время силовая составляющая, и ФСБ, и прокуратуры, и Следственный комитет, все структуры очень внимательно работают. Даже по Саратовской области видно, сколько уже произведено посадок. Это правильно. Это правильно. Только нужно сажать не... Есть такая практика не за 100 рублей, а там, где воруют огромные деньги. Как правило, тот, кто украл много, его и не трогает. Я думаю, здесь ситуация поправимая. Поправимая. Сегодняшний мэр... Я присутствовал на активе, недавно проходил годовой актив. Мне понравилась позиция мэра Исаева. Он смотрит туда, куда надо. У него опыт есть. Он как раз молодой. Да, он не жулик. Он не жулик. Он ответственный, порядочный, суперпорядочный парень. Но ему еще нужно подобрать команду, провести... Я недавно с ним беседовал. Провести реформу. Организационную реформу в городе. У нас сегодня 6 районов. Вот Ленинский район, самый крупный, Заводской крупный. А что такое Фрунзенский, Октябрьский? Это Букашки. Вот уже напрашивается в городе, оставив 3 района. Ленинский, Заводской и Центральный. Волжский, Кировский, Октябрьский, Фрунзенский, объединяйте в один. Это будет примерно равное количество жителей. А внутри, внутри у нас экономили деньги, организовать побольше коммунальных служб. Благоустройство, уборки города и так далее. Приблизить власть к народу, к народу, к подъезду. И, конечно, включить в управление городом, ведь это местное самоуправление. Значит, народ сам должен управлять. А чтобы он управлял, их в этот процесс нужно включить. Включить. Не просто, видите, знаете, народ привык к тому, вот сделано, народ тут понимает, как должное. Да, потом реакция идет. Как должное. А вот не сделанное, народ начинает там кастрюлями стучать. Ведь местное самоуправление управлять своими проблемами и процессами вместе с народом, с жителями того микрорайона, где они находятся. Ну, каким образом привлекать жителей? Ну, смотрите, сегодня первый уровень это товарищество собственников жилья. Я могу привести примеры, даже в городе Саратове, в Елшанке есть дома, где любо-дорого, вот как в этот ресторан прийти, какая красота в подъезде. Рядом с домовой территорией люди собирают деньги и обустраивают свою территорию общего пользования. Ну, да, сейчас тем более легче стало с капитальным ремонтом, с сборами. Ну, пока-пока сборы ведутся, но прозрачности в использовании этих денег нет. Это тоже, конечно, здесь вот товарищи собственников жилья должны требовать от власти прозрачности всех этих, прохождения финансов. Вот собрали и покажите. Сегодня проспект Московский делаем. Ведь абсолютно правильно ты заметила по проспекту Кирова. Ведь если мы сегодня делаем проспект Кирова, нужно переложить, а, первые все скрытые коммуникации, переложить, потом одеть одежду, но одежду не только самого пешеходной зоны, но нужно одеть и здание, неважно, какая форма собственности. Одеть и крыши и так далее, заменить окна и украсить, тогда это будет хорошее. Вот Волжское очень хорошо сделали, но инфраструктуры Волжской нет никакой. Ну, умерли там все предприниматели, которые вдоль в Волжской стояли, потому что, ну, общественные заведения, потому что парковки нет. А развиваться, я не знаю, пока там развивается, не развивается. Как раз вот у нас же мы делаем под землей, это можно все делать, да, любые парковки. Поэтому вот какая огромная площадь театральная, можно было бы в три, в четыре уровня опуститься вниз, и, пожалуйста, можно поставить массу автомобилей. Ну, и, конечно, у нас большая беда, напричь отсутствует совесть. Вот сегодня народу в преддверии Пасхи нужно идти в храмы и просить у Всевышнего верните совесть. В начале 90-х многие совесть пропили, потеряли, спрятали. Вот ее сегодня вернуть нужно. Вот это первый вопрос. Второй, конечно, это дисциплина, которая тоже напрочь отсутствует. Финансовая, трудовая, юридическая, семейная, общественная, дисциплина. И, конечно, результат. Результат работы. Должна быть очень серьезная ответственность. Как только доходит до ответственности, сразу ноги убегают в кусты. Вот если только это вернуть, собственно, о чем добились успеха китайцы. Мы уже вспомнили сегодня китайцы. Вот там есть совесть, есть дисциплина, и все работают на результат. И ответственность, да. Вот форма успеха, она очень простая. И это было в нашей советской стране. Ну, вот сейчас как раз хотят внедрить КПА и губернатора. Ну, и вернуть, я не знаю, внедрить как угодно. Но никак не могут понять, как это правильно сделать. Вы слышали же, да, про этот законопроект? Измерять уровень эффективности губернаторов. Вот насколько это реально? Как вы думаете? То есть по основным показать, там, лояльность народа, там, эффективность в такой отрасли, эффективность в другой отрасли. Вы знаете, вот я в большой политике с 90-го года, это сколько времени прошло? 29 лет. Уже седой стал. И вот все эти годы, особенно когда произошла тихая революция в нашей стране, мы потеряли огромную страну советов, и, в общем-то, изменили конституцию, общественно-политический строй, все хлопали, говорили «Ура! Ура!» И справедливо. Сегодня можно было бы в этих условиях очень эффективно работать. Но, к сожалению, не все получается. Не все получается. Мы даже не предполагали, что встретимся с такими серьезными трудностями. мы провели прихватизацию и получили благо те, кто и не должен был получить. А многие честные люди оказались у разбитого корыта. И вот в этот период как раз и пошла деградация личности. И вот знаменитый план Таласа, он работает до сегодняшнего дня. И когда мы испытали водородную бомбу, Конгресс и Сенат были в шоке. Они собрались и поручили 11 институтов разработать программу, как уничтожить Советский Союз. И оказалось, программа очень короткая. Первое – поссорить народы Советского Союза на межнациональной основе. Хорошо удалось. Удалось на межконференционной основе внедрить самые низменные качества – алкоголизм, проституция, наркоманию и так далее. И многое удалось. И, к сожалению, этот план еще и сегодня продолжает реализовываться. Конечно, это совершенно неправильно, когда у нас в Конституции записана многоукладная идеология. Должна быть одна идеология, государственная. А уже кто какую идеологию заложит у себя в семье, ведь был правильный посыл. Много-много лет назад сказали, ячейка общества – это семья. А семья сегодня у нас терпит проблемы. У нас из 100 браков, 80 разводных, у нас огромная армия семей, где мамы воспитывают в одиночку своих детей. Отсутствие мужской опоры – это влияет на воспитание ребенка. Очень негативно. Отдельные судебные приставы бегают. Ну и, видите, здесь много-много-много чего возникает. Тупик это? Нет, не тупик. Нужно, а, признать, что мы идем не совсем правильно. Вот сегодня много идет дискуссий о Конституции. Я полагаю, что в Конституцию нужно вносить поправки. И не нужно говорить, что это священная корова. Она священная корова, но она требует ремонта. Ремонт. Посмотрите, в Конституции записано, что все субъекты Российской Федерации равны. Следующий пункт этой же Конституции – республики, в кавычках, государства, имеет свою Конституцию и все государственные органы управления. Края, области и так далее имеют устав. Ну, какое же равенство? Ужас. Какое же равенство? И в Конституции, в преамбуле написано «Мы великий многонациональный народ». Хорошо, это соответствует. Но я бы написал «Мы великий русский многонациональный народ». Вот сегодня самый внесенный народ в России – это русские. Хотя мы, русская нация, она, в общем-то, доминирующая. Но самые большие проблемы у русских. Потому что вот даже здесь, на территории Саратской области, очень много кордов. Они считают себя уже супернацией. Они требуют, чтобы у них были свои национальные главы, свои институты власти, милиции, пардон, нацгвардия и так далее. Целые села уже есть, чисто курдовские, и других национальностей. Это очень опасно. Да? Это очень опасно. Ведь, вот представь себе, я приеду в эту же Грузию, буду качать права русские. Ты меня в 24 часа оттуда депортирует. Наверное, они ничто для этого не предпринимали, чтобы создали целые деревни в Курдовске. Наверное, русская оттуда население идет. И вот, когда я был в Казахстане в 2000 году с президентом, и, ну, Султан Абишевич убеждал президента, что здесь русских никто не вытесняет. Нет, они здесь все хорошо. Когда мне дали возможность сказать, я говорю, ну, Султан Абишевич, вы вытесняете русских. Они очень грамотные. Здесь вот директор Павлодарского завода работает на нашем крейкинге. Фунтиков работает замминистра финансов и так далее. Очень много русских приехали, грамотных, которые знают, как работать. И наши задачи дать им жилье, и чтобы они могли реализовать себя здесь. Вот. Но вот сегодня уже с приграничных с Казахстаном регионов, это Алгай, Наузенск, Зинки, ну, приграничные районы с Казахстаном, народ очень резко уезжает опять в Казахстан. Было одно время, когда ехали к нам, а сегодня более стабильная ситуация в Казахстане. Едут туда. Человек, это такое существо, он всегда ищет, где хорошо. Почему народ уезжает из Саратова? Грамотный народ. Едут на нефтеприиски, на газовые месторождения, едут просто в Москву. И это очень пакетно сказывается, особенно кто уезжает вахтовым методом. Как правило, семья распадается. Или он там нашел кого-то, или она здесь кого-то нашла. Все, семья распалась. О чем мы говорим, что сегодня это огромная проблема. Ну и когда люди просто так переезжают, тоже ничего хорошего это нет. Хорошие специалисты уезжают. Ну да. Открываешь суперджоп, люди просят, перееду в Москву, Питер, и потом, и какие будут города, Самара там, Урюпинск какой-нибудь, просто лишь бы куда-нибудь уехать из Саратова. Ну, вы знаете, у нас все-таки у россиян оседлый образ жизни. Мы не американцы. Это американцы могут в течение жизни поменять 11-15 штатов. А у нас более оседлые. Но вот ситуация, и вот возможность интернета, телевидение показывает, где лучше. И человек, как рыбка, он пытается плыть там, где лучше. И зачастую получается, потому что, еще раз скажу, особенно подготовленный, особенно грамотный народ, это, конечно, народ вот здесь вот, на Волге, на Волге, благодаря немцам, благодаря евреям. И образование. Вот это и есть образование. Вот это и есть образование. Дмитрий Федорович, а как вы думаете, вот меня лично очень сильно беспокоит вопрос малого бизнеса. Для мелких предпринимателей практически нет никаких условий. И сегодня это наглядно видно в городе, где висит вывески аренда, аренда, аренда. Люди открывают какие-то магазинчики, там торговые помещения. Знаешь, Эли, я недавно встречался, недавно встречался, меня пригласил малый и средний бизнес, вот такой, тоже виситарянчике, за чашкой кофе. Мы обсуждали эти вопросы. Должны быть честные правила игры. Не нужно стоять честные, понятные и прозрачные. Прозрачные. Если я хочу открыть свое дело, уже за это нужно человеку сказать спасибо, что у него идея такая возникла. А когда нужно оформить, вот я сам лично оформлял земельный пай, который мне достался по наследству от матери, я ее оформлял ровно год, имея связи. Я понимаю, как оформить землю для простого смертного. Значит, он ходит, 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 пока ходит, справка, которую он выписал, срок закончился, ему опять нужна справка, и вот так по кругу, по кругу, по кругу, пока он не упадет. И скажет, нет, поеду я в Пензу, там легче оформить. Это тоже правда. И малый и средний бизнес, это, по идее, должно быть основой экономики. Он сегодня потерпевает очень серьезные сложности. Очень серьезные сложности. А как вы думаете, есть какие-то свет в конце тоннеля? Или так придется? Ну вот мы начали с того, с великого экономиста Карла Маркса, по спирали вверх и вниз. Я думаю, вот спираль вниз уже закончена. А, то есть нам надо оттолкнуться. И спираль начнет подниматься вверх. Конечно, от главного идеолога, руководителя губернии очень многое зависит. Я уже говорил, что сам сегодняшний губернатор Радаев, он очень порядочный, он очень цепкий, он учится. Но вокруг команды очень слабые. Очень слабые. Почему так? Сколько можно учиться, надо уже предпринимать что-то. Я думаю, что получится. Понятно. То есть нужно кадры каким-то образом обновлять. конечно, должен быть лидер. Лидер в семье, лидер в доме, лидер на улице, лидер в городе, лидер в губернии. С большим пониманием. Ведь вот надо брать пример то с самого верха. Если сегодня президент общепризнанный, это все признают, да? вот так вот нужно ориентироваться, чтобы дальше были общепризнанные лидеры. А контроль за исполнением, за свою долгую жизнь, я очень много видел критерий оценки деятельности самых разных уровней власти. Совесть должна быть и ответственность. Совесть, ответственность, порядок и дисциплина. Дисциплина и результат. Вот это критерий оценки. Главный критерий, то есть личные качества. Как можно отвечать за демографическую ситуацию? Губернатор отвечает, что должен по очереди что-то там делать? Примерно так. Понятно. Митя Федорович, ну и последний вопрос. Интересно, я думаю, не только мне, ну я думаю, вам задавали этот вопрос уже неоднократно. Хотелось вот на сегодняшнюю дату узнать, есть ли у вас какие-то планы в карьере политической, в развитии в продолжении ее? Я благодарю Всевышнего, что та карьера, которую я начал в 90-м году с Совета народных депутатов России и до сегодняшнего дня, меня все устраивает, все устраивает. А позовут, я встану в строй, не позовут, меня устраивает то, что где я сегодня нахожусь. Работать с молодежью? Да, вот вы убедились сегодня, прекрасные дети, целеустремленные, хотя они все такие, далеко не все. Вот, кому-то скажешь, ему не надо там два раза говорить, сегодняшний выходной, воскресенье, но они пришли, потому что они знают мое отношение Петру Аркадьевича с Солыпиным и дай Бог, чтобы у них тоже получилось хотя бы на 10% от того, что сделал Петру Аркадьевича с Солыпиным. Спасибо вам большое. Вам спасибо.